Итак, первый совет для тех, кто ростом 180 и ниже. И он связан с подбором ремня под брюки. Почему? То, что я вам сейчас покажу, называется оптическая иллюзия, которая увеличивает длину линий ваших ног. Это визуально делает вас выше. Более высокие парни – это не те, у которых больше торс. Чаще всего у них длинные ноги. У более низких мужчин ноги короче. Вся суть в том, что вы станете более привлекательным, так как будете более пропорциональным. Далее надевайте очки. И на это две причины. Первое – наводит на вас загадочность. Люди интересуются, о чем этот парень думает, кто это за очками. Ну а еще давайте поговорим о симметрии. Если у вас симметричное лицо, то есть обе части одинаковые, что по правде редкость, но вы можете этого добиться. Потому что если лицо непропорционально, особенно если оно очень сильно диспропорционально, может указывать на проблемы со здоровьем. Может означать, что у вас не самые сильные гены. И часто люди не тянутся к такому. Так что же делают очки? Они создают симметрию и баланс на лице. Далее давайте поговорим про футболки. Круглый ворот обычный, а вот В-ворот он подчеркивает грудь и выделяет вас среди остальных. Но зачем останавливаться на этом уровне? Можно попробовать пойти дальше и надеть рубашку. Рубашки они подчеркивают лицо, они выглядят лучше. Более нарядно. Рубашка всегда будет лучше, чем футболка. Но если вы предпочитаете кэжуал и не носите галстук, тогда смело расстегивайте две пуговицы, а не одну. Потому что две пуговицы выглядят так, что вы осознанно приняли данное решение. Лично мне нравится такой стиль. Ну а что насчет майок? С круглым воротом или с вырезом? Ну, если вы решили не надевать галстук, а расстегивать пуговицы, тогда выбирайте с вырезом. Такие майки в кэжуал стиле выглядят гораздо лучше. Давайте поговорим о размере рубашки. Господа, за столько лет я это говорил уже сотни раз. Размер – это король. Дорогая рубашка, которая на вас плохо сидит, будет выглядеть как дерьмо. Так что отнесите одежду портному, пусть он ее вам поправит. Я уверен, что сейчас кто-то из вас скажет, «Антонио, ты не понимаешь, на мое тело тяжело подобрать одежду». Ну, допустим, вы худенький парень или вы обычного телосложения. А может вы атлет, и объем вашей грудной клетки отличается от талии на 10-15 сантиметров. Вам точно хочется показать всю эту проделанную работу в зале? И тут бывает возникают сложности из-за размера. Думаю, вы понимаете, о чем я. Когда рубашка вам по размеру, может где-то немного больше, но когда вы расправляете плечи, то пуговицы они будто вот-вот оторвутся. Итак, я надел белую рубашку, чтобы показать вам следующий пункт. Используйте контраст. Запоминайте, что светлый цвет под темным – это более формальный образ. Так что если это вечернее мероприятие, и вы будете делать презентацию, тогда вам, возможно, захочется добавить контраста тут, в области груди. Это простой способ улучшить ваш внешний вид. Рубашка, в которой я был до этого, это больше ночной образ. Он такой приглушенный. И его сложно было бы использовать при слабом контрасте. Скажем, у вас светлые волосы и светлая кожа, тогда такой темный, со светлым контрастом, возможно, это было бы перебор. Так и что же делать? Ну, можно надеть более светлый пиджак, а также рубашку более приглушенных оттенков. Теперь переход более приглушенный, и в целом она уже не будет так сильно выделяться при вашей светлой комплекции. Хорошо, мы обсудили размеры рубашек, давайте теперь обсудим размеры джинсов. Джинсы – это очень обыденная вещь, но при этом парни часто все путают, и носят те джинсы, которые на самом деле им не по размеру. Покупайте правильные джинсы для вашего телосложения. Если у вас худощавое тело, то знаете что? Да, вы можете надеть скини-джинсы, потому что если вы худенький, то пропорционально они могут сочетаться с вами. Мне лично нравится слим, они лучше всего подходят для моего телосложения. Зауженные тоже ничего. Ну а если вы атлеты, не пропускаете день ног, тогда для вас могут подойти стандартные, у которых более широкие штанины, потому что ваше тело позволяет такое. Зауженные, ну может и подойдут. Главное, это подобрать правильную длину. Ну а что если у вас папина фигура? Скажем у вас более широкое телосложение. Да, в таком случае более широкие джинсы могут быть уместны. Но мы не говорим сейчас о рабочих джинсах, которые очень широкие. Мы рассматриваем максимально близкий размер к вашему телу, потому что такие джинсы будут выглядеть лучше. А что если вы прямо тяжеловес? В таком случае джинсы могут быть не вашим типом штанов. Если у вас достаточно много веса, особенно в области талии, вам могут подойти обычные брюки с более высокой талии, которые держатся на подтяжках. Следующие два пункта, они прям очевидны, и возможно вы уже это делаете, но я бы хотел рассказать про исследования, которые стоят за ними, и насколько это сильно, что позволяет вам выглядеть и чувствовать себя лучше. Первое, это зал. Второе, это душ. Давайте начнем с зала. Да, мы все знаем, что когда мы тренируемся, то со временем наше тело становится сильнее, и наша самооценка повышается. Но вот этого вы, может, и не знали, что как только вы пошли в зал, даже если вы не занимались месяц, вы сразу чувствуете себя лучше, и то, как вы выглядите, даже если ничего особо не изменилось. В тот день, когда вы пошли на тренировку, вы будете чувствовать себя лучше и более уверенно. Теперь поговорим о душе. Ну, допустим, вы не успели сходить в зал на тренировку, тогда зачем принимать душ? Или, например, у вас будет вебинар, и никого рядом с вами не будет, чтобы понюхать, как вы на самом деле пахнете. Вы по-прежнему подвергаетесь влиянию вашего собственного запаха. Ну, или, может, вы не в восторге от вашего состояния, поэтому просто пойдите и примите душ. Мне это помогает, я так делаю по вечерам, если у меня ожидается дополнительный раунд по нетворкингу. Я делаю так. Возвращаюсь домой, сплю один час, затем я иду в зал, делаю разминку, после этого принимаю душ, и после такого я чувствую себя, словно у меня начался новый день. Я чувствую себя лучше, и, ребята, это подкреплено наукой. Поэтому следите за тем, чтобы вы пахнули и чувствовали себя хорошо. Далее, раз мы говорим о запахах, тогда у вас должен быть фирменный аромат. Я это уже много раз говорил, но, парни, когда у вас есть духи, в которых есть немного ванили, они будут привлекательны, особенно для дам. Почему это важно? Потому что вы хотите получать комплименты. Комплименты, они вовлекают людей. Они помогают вам чувствовать себя лучше. Есть такие духи, которые отлично подойдут для офиса, если вы не хотите никому мешать. Ну, а может, вы хотите попробовать старую школу и попробовать недорогие духи, которые вы надеваете для себя. Это своего рода жидкая уверенность. Да, парни, вот эти духи, это просто монстр. Говоря о том, что придает вам уверенности, найдите свои часы. Может, это модные часы, или противоударные часы. Такие часы, которые можно кинуть в реку, потом достать их из воды, и с ними все будет в порядке. Ну, или часы, которые вы никогда не захотите кидать в воду. А наоборот, они имеют для вас некоторую эмоциональную привязку и высокую значимость для вас. Следующий шаг связан с вашей прической и бородой. Ну, первым делом, сходите, постригитесь. Но не просто стрижку, а сделайте прическу у вашего барбера. Ну, потому что, если у вас не так много попыток, и у вас на носу презентация, то вам нужна хорошая стрижка. А не такая, чтобы в конце вы сказали, «О, господи, что он сделал с моими волосами?». Далее можно сделать некоторые изменения, но мы не говорим о чем-то сумасшедшем. Можно попробовать другое средство для укладки, если вы пользуетесь помадкой, тогда попробуйте гель. Много вариаций. Можно попробовать что-то менее блестящее, или с меньшей фиксацией. Просто пробуйте и смотрите, как это выглядит. Очень простой способ, чтобы изменить вашу прическу. Можете также попробовать другую расческу, широкий, у которых не так много зубчиков. Она придает более текстурированный вид, в отличие от такой, у которой много щетинок. Щетинистые расчески, они прибивают волосы к голове и придают более плоский вид. А если у вас есть растительность на лице или борода, то уделяйте внимание мелочам. Как эти волосы, которые растут вот тут на шее, поэтому смело их сбривайте. Ну а если у вас есть усы, то используйте воск для бороды, чтобы придать им забавную форму. Но, господа, следите за вашим внешним видом. Вы не хотите выглядеть неряшливым и лохматым. Друзья, мне любопытно узнать, есть ли в этом видео что-то, с чем вы не согласны. Есть ли что-то, что я упустил, а это могло сделать данное видео более интересным? Пишите в комментах. И, кстати, да, что насчет подворотов? Если вам интересно об этом узнать, тогда я подготовил для вас следующее видео. Как подкатывать джинсы и круто выглядеть. Я всегда был против этого, но в данном видео мы проделали большую работу и показываем вам, почему мужчина подкатывая джинсы может выглядеть хорошо.